В эфире итоговая программа Вести Хакасия, события недели в студии Елена Крылова. Здравствуйте! Мы собрали самую важную информацию за минувшую семидневку и подготовили те новости, которых вы не видели в выпусках по будням. Итак, мы начинаем. Я сегодняшний день глава республики и, надеюсь, еще долгие годы буду. Если Господь дарует здоровье и доверие избирателей. Все! Слухи о моей отставке сильно преувеличены. Виктор Зимин прокомментировал аресты чиновников и призвал держать эмоции при себе. Это гораздо удобнее, чем сделают из кирпича. 300 домов в резерв. В Хакасии построят жилье для семей погорельцев, проигравших суды, но оставшихся бездомными. Да ну такой какой-то забитый. Такого мужчину легко обмануть, легко обдурить. Новые подробности в деле черных риэлторов. Как выбирали клиентов, мошенники, как теперь соседи пытаются спасти жертву банды полицейского. На этой неделе после долгого перерыва состоялось заседание правительства Хакасии. Виктор Зимин прокомментировал громкие уголовные дела в отношении своих подчиненных. Скажу несколько слов о коллегах, которые сейчас находятся в непростой ситуации. Каких-либо оценок давать не буду. В том числе и теперь уже по бывшему прокурору республики. Прошу всех также не делать скоропалительных выводов до завершения работы следственных органов и решения суда. Ситуация порождает множество различных слухов и эмоций. Определенный круг людей и интернет-ресурсов, считающих себя истиной в последней инстанции, целенаправленно нагнетает ситуацию. Сейчас оторвусь от текста и сразу скажу. Я сегодняшний день глава республики, надеюсь, еще долгие годы буду. Господь дарует здоровье и доверие избирателей. Все те, кто не любят эту землю, почудили сейчас. Личного общения кого-то не будет, но профессиональную оценку, как глава республики, сделаю. Напомню, по делу о коррупции в Хакрес-Водоканале задержаны двое действующих высокопоставленных чиновников. Министр строительства Сергей Новиков и председатель комитета по тарифам Олег Базиев. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. По этому же делу ранее был арестован экс-заместитель главы Хакасии Александр Голышев. Суд принял решение оставить его под стражей до 3 июля. Власти Хакасии берут на себя ответственность обеспечить жильем и тех погорельцев, которым откажет суд. Этот вопрос будет решаться на федеральном уровне. На это уйдет время. И чтобы успеть до осени, в Хакасии уже и сейчас начнется строительство дополнительно 300 домов в качестве резерва. Об этом шла речь на заседании правительства. Какие еще есть новости для погорельцев в нашем материале. 40 тысяч рублей за квадратный метр против 30 будет платить федеральный бюджет за жилье погорельцам в Хакасии. Этот вопрос принципиальный. С такой достойной ценой республика может приглашать серьезных подрядчиков. Уже в ближайшие выходные в Шира ожидается до 900 строителей. Сейчас работают только 200 человек. Пришли очень сильные строители с Красноярского края. Еще 300 домов сверх списка нуждающихся построят в Хакасии в качестве резерва. На сегодняшний день число заявителей выросло еще на 65 человек. Это погорельцы, выигравшие суды. И таких будет только больше. Плюс к этому власти берут на себя ответственность обеспечить жильем и тех погорельцев, которые в суде получат отказ. Например, если на кого-то из членов семьи оформлено другое жилье или доля в нем, хотя практически люди не могут в нем проживать. У опекунских семей и семей с приемными детьми возникают проблемы с площадью, которые необходимы для комфортного проживания детей. Соответствующие обращения о защите прав этой категории граждан от моего имени направлены руководителям федерального уровня. Надеюсь, что нас поддержат. Обещал федеральный центр и профинансировать сельское хозяйство. В Целинном построят ферму на тысяч уголов и молочный цех. Беспроцентный кредит предоставила компания Вимбельдан. Особая благодарность компании Ингострах, которая выразила готовность оказать безвозмездную помощь на строительство ФАПа, стоимостью 10 миллионов рублей, вместе с оборудованием. И решила подарить карету скорой помощи Ширинскому ЦРБ вместе с гаражом для села Целинное, а также пожарную машину. Представляете, как все бывает в жизни. Отдельно Виктор Зимин поблагодарил неравнодушных жителей. Регулярно гуманитарные конвои идут из Красноярского края. На станцию к нам пришел из Белоруссии груз с письмом от МИД Белоруссии, где они представляют нам мебель тоже белорусскую. Всем известно, хозяйство, что она очень качественная. Это кровати, это прикроватные трубочки, столы и так далее. Были на заседании правительства и торжественные моменты. К Дню России президент удостоил ордена за заслуги перед Отечеством Василия Шулбаева, главу Таштыбского района. Поздравили скромно, а также скромно Хакасия проживет в ближайшие месяцы. Совсем без излишеств в июле отметим День Республики. А Тумпайрам решено и вовсе отменить в этом году. Хакасия экономит деньги. Виктор Зимин особенно предостерег сельских глав не спекулировать на теме пожаров. Имеется в виду случай, когда в домах задним числом пытаются сделать прописки на тех, кто там не проживал. Глава потребовала от местных властей уделять большее внимание и самим стройкам. Из Ширинского района Наталья Гармашова. Главным местом встречи губернатора и строителей в Шира стал новый жилой район Иткульский. Сюда две недели назад с рабочим визитом приезжали полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин и Виктор Зимин. Тогда темпы строительства далеко не порадовали высокопоставленных лиц. Сегодня ситуация существенно не изменилась. Где график? Скажите мне свой график. Здесь его нет. Ну а что мы встречаемся? Ну а что мы встречаемся? Все друг друга обманывают. То есть он готов строить, нужно понять, что ему для этого надо. И каждый день ходить вот здесь, вечером проводить планерки. По каждому индивидуально дому. Страха тут великого нет. Не будучи строителем, не страшно разобраться. Сколько кубов вкладки, сколько кубов фундамента, когда перекрытие ложится, когда контур закрывается. Губернатор потребовал от чиновников, которые курируют эту территорию, в кратчайшие сроки решить строительный вопрос. Я вас предупреждаю. Движения не будет. Через неделю не работаем вместе. Следующее поручение чиновникам связано с просьбами строителей. А и здесь их будет сгруппировано около 900. Получить временное жилье. Сегодня, как уверяют рабочие, спальных палаток катастрофически не хватает. К вечеру решение на размещение. Договорились? Надо закрыть. Закрывайте ПТУ. Ясно? Не гадайте, тут на киселе. Минобороны еще нам палатки пришли. Здесь же, в Иткульском районе, губернаторы и местные власти обсудили вопрос строительства школы и детсада. Возможен вариант общего здания. По мнению Виктора Зимина, если в новом районе будут соцобъекты, он не ограничится лишь запланированными сегодня 36 домами, а будет интенсивно расти. Следующим местом остановкой губернаторского кортежа стало село Целинное. На местном агропредприятии во время апрельского степного пожара сгорело два телятника. Погибло приличное стадо коров. Будет два родильных помещения. Вот второй же фундамент заложили на сваях, в городе Берни. И там он на месте двух телятников закладывали телятник на 480. А какими силами строить подрядчик у нас? Также Виктор Зимин поблагодарил сельхозрабочих за то, что они начали восстановительные работы, не дожидаясь федеральных денег. Строительство детсада в Целинном с пожарами никак не связано, однако не посетить этот объект губернатор не мог. Открытие дошкольного учреждения произойдет со дня на день. Осталось лишь разместить в группах мебель, достроить уличные ограждения и частично заасфальтировать дорожки. Садик у нас 120 мест, 6 групп, уже укомплектовано по количеству детей. И сотрудники подсадика уже придут на работу. В Орджоникидзовском районе особое внимание губернатор уделил деревне Кагаева. Здесь огонь уничтожил почти все жилые дома. Из 63-х чудом уцелели лишь 4. Сейчас на месте пепелища уже выросло 9 построек. Здесь осталось смонтировать кровли и ставить окна. Все строения красочные, из бетонных блоков, отделанных цветной плиткой. Таким образом застройщики решили поднять настроение по горельцам. Там пенопласт, там утеплитель, она не плесневая, она не сыреет. По качеству и по удобству, это гораздо удобнее, чем сделают из кирпича. Появится в Кагаево скоро и ФАП, и ДК, и начальная школа. Эти соцобъекты тоже уничтожил огонь. Ванна будет одноэтажная, со спортзалом, с двумя учебными классами. Когда сдаем? По срокам 20 августа. Красавец. В завершении поездки Виктор Зимин отметил, темпы восстановительных работ в самом северном районе республики Орджоникидзевском радуют. А вот на качестве дорог заострил внимание и властей, и строителей. Из-за дождей и большегрузов полотно превратилось в топь. Очередную рабочую поездку в Ширинский и Орджоникидзевский районы губернатор запланировал уже на следующий вторник. Наталья Громашова, Станислав Колченаев, Вести Хакасия, события недели. Новые подробности нашумевшего уголовного дела банды черных риэлторов стали известны на этой неделе. Напомню, мошенники отбирали квартиры у пожилых людей, а потом продавали. Причем управлял бандой полицейский. Марина Конодакова узнала о подробности того, как проворачивались сделки. Двухкомнатная квартира в этом доме на улице Герцена давно имела дурную репутацию. А с недавних пор она фигурирует в уголовном деле против банды черных риэлторов. Ее хозяин, одинокий житель Абакана, назовем его Георгий, запился так, что в один прекрасный день очутился сначала в Новокузнецке, а потом в Тюменской области. Перевезли его туда преступники, сначала споив мужчину, а потом наобещав ему другой дом взамен квартиры на Герцена. К счастью, банду вовремя поймали, а сам пострадавший на прошлой неделе вернулся в Абакан. Теперь ни капли в рот, рассказывают о нем соседи. Он из дома не выходит, во-первых. Тут на лавочке сядем, посидим, пообщаемся маленько. И все. Да ну такой какой-то забитый. Такого мужчину легко обмануть, легко обдурить. Пострадавший рассказал соседям и другие подробности своего путешествия. Мол, увезли его насильно, да и как подписывал договор купли-продажи, не помнит. После этого квартиру перепродали еще раз, но факт преступления перечеркивает все сделки. О жуткой истории Георгия, который запросто мог лишиться не только квартиры, но и жизни, теперь знает весь дом. Соседи по возможности стараются следить за всеми, кто приходит к нему в гости. Те вот вчера, как-то я вышел сюда, мусорный сейсмарок, какой-то здесь ходит и зовет его. И потом звонит телефону, какому-то начальнику, говорит, сейчас я привезу. Ну я думаю, а вдруг опять те же, поэтому я говорю, ты кто такой? Говорит, он с нами работает, лучше мы его себе заберем пока, чтобы не случилось то же самое. Всего в банде черных риэлторов было четверо человек. Один из них, теперь уже бывший оперуполномоченный Абаканской полиции, и дал наводку на одинокого пьющего владельца двухкомнатной квартиры. Другой член группы, риэлтор, оформлял сделку. Все соучастники преступления задержаны. В ходе следствия стало известно, что жертвой банды стал еще один пьющий мужчина, лишившийся однокомнатной квартиры в новом доме по улице Торосова. Для Хакасии это достаточно, как для следственного управления, это достаточно новые, так скажем, эпизоды преступной деятельности. Но, тем не менее, как бы оно отличается прежде всего тем, что лица действовали достаточно открыто, сплоченно друг с другом, планируя каждое свое мероприятие. И, соответственно, в данной ситуации, как мы видим, участвовало также лицо, которое находится на должности сотрудника органов внутренних дел, который использовал, в том числе, возможный доступ к каким-то базам данных для деятельности этой организованной преступной группы. За последний год к следователям попало еще одно дело другой банды черных риэлторов Алексея Могучева. Те преступники ради квартиры убили ее владельца, также страдающего пристрастием к алкоголю. Расследование подходит к концу, и в ближайшее время преступники предстанут перед судом. Марина Конодакова, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия, События недели. Это Вести Хакасия, События недели. Мы продолжаем. Застройщики Хакасии вынуждены снижать цены на жилье. Резко снизился спрос. Марина Конодакова сделала обзор рынка недвижимости Абакана и готова рассказать, где выгоднее приобрести квартиру. Район улицы Кирова – желанный для многих центр Абакана – место престижа и комфорта. Однако значительная часть квартиры еще не нашла своих хозяев. С нового года спрос заметно упал. Тех, кто может позволить себе квартиры по 43-44 тысячи за квадратный метр, и так было немного. А с началом кризиса их стало еще меньше. Для стимуляции спроса застройщик на Кирова-120, компания «Людвиг» в рамках специальных акций в прошлом месяце снизила свои цены на 10%. Пока большого эффекта это не дает, но скидывать еще больше строители не могут. Не хотят работать в убыток. Цены на все товары практически поднялись, а квартиры у нас остались в той же ценовой категории. Несмотря на то, что сегодня поднялась на основные строительные материалы, которыми мы пользуемся, это арматура, цемент и бетон, поднялась, не говоря уже об отделочных материалах, поднялась цена порядка 30-40% с прошлого года. Цены на квадратный метр мы оставляем на прежнем уровне. Сегодня себестоимость наша уже подошла практически к продажной цене. О снижении стоимости квадратного метра объявили еще два крупных застройщика – муниципальный жилищный фонд и мехколонна номер 8. Эксперты прогнозировали такое развитие событий. У населения падают доходы, а банки повысили процентные ставки и ужесточили выдачу кредитов. Немалую роль играет и общая нестабильность в экономике, когда невозможно предсказать поведение рубля. Воздерживаются от любых прогнозов и сами строители. Сейчас для отрасли главное удержаться на плаву и выполнить обязательства перед дольщиками. Репутация Хакасии в этом плане практически чиста и останется таковой, уверены в союзе строителей. По-моему, у нас это не грозит, потому что строительство ведется хорошими темпами. И по нашим данным до конца года то, что намечено будет, ну с каким-то небольшим запозданием, но все объекты должны быть введены. Изменится ли цена квадратного метра до конца года, эксперты также не берутся прогнозировать. Так что тем, у кого есть деньги, есть смысл воспользоваться ситуацией сейчас. Пока выбор подешевевших квартир в новостройках достаточно широк. В последние годы столица Хакасии год за годом била рекорд по жилому строительству. 2014-й стал пиковым. Многоэтажек возвели больше, чем в лучший год советского периода. В этом году темпы опять будут лихими, но уже по другой причине. Как уверяют чиновники, за три месяца для погорельцев нужно построить столько жилья, сколько обычно строится за год. Марина Конодакова, Дмитрий Кузнецов. Вести Хакасия. События недели. Время парламентских вестей в нашем выпуске. Юбилейная дата 20-летия Конституции Хакасии запомнится жителям республики еще одним знаменательным событием – Спартакиадой. В ней принимали участие представители исполнительной и законодательной власти городов и районов. Состязания проходили на стадионе Устябакана. Все подробности у Натальи Гармашовой. Масштабное спортивное состязание, приуроченное к 20-летию Конституции Хакасии, собрали 8 команд. Они представляли Сорск, Алтайский, Аскизский, Таштыбский, Багратский, Устябаканский, Бейский районы. В центре же внимания – сборная Верховного Совета Хакасии. Законодательный орган республики – инициатор проведения спортивного праздника. И это не случайно. Я хотела заразить энергетикой, в том числе и всю республику, муниципалитеты, чтобы они ощутили действие 37-й статьи нашей Конституции, где за здоровый образ жизни через физический спорт. Поэтому я думаю, что этот праздник должен состояться обязательно с хорошим настроением. И, конечно, победит сильнейший, но я думаю, прежде всего победит Конституция республики. Настроение отличное, учитывая, что погода отличная. Я думаю, что еще и команда Верховного Совета, у нас здесь 30 с лишним человек, должны взять одно из призовых мест. Полчаса на ожеребьевку, разминку – и вот уже звучит судейский сигнал. Первыми на старт вышли легкоатлеты. Эстафету 4 по 60 метров бегут абсолютно все команды. Сергей Журавин выводит свою сборную Алтайского района на лидирующие позиции. Результат – в легкой атлетике у алтайцев первое место. Удачно обмолодились работники, администрация, причем молодые специалисты. В этом наш успех. В это время на соседних площадках уже развернулись футбольные баталии. Судьи едва успевают считать голы. На песке команды играют в волейбол. По силе удара женщины ничуть не уступают мужчинам. Для Елены Кадоркиной, парламентарии у Стебаканского Совета депутатов, забивать мячи соперникам не составляет труда. Я работаю в школе, поэтому я ведущий в маленьком уроке физкультуры. Защищаю честь школы на Спартакеаде. Но опыт только школьный, когда училась в школе. Этот вид спорта собрал максимально большое число участников. Канат перетягивали буквально целыми командами. Спортсменам пришлось выложиться на все сто. В это время в спортзале в борьбу за победу вступили теннисисты. Представители команды Верховного Совета владеют ракетками особенно уверенно. Это один из профильных видов спорта республиканских законодателей. Партии отыграны почти безупречно. В настольном теннисе депутаты Верховного Совета стали серебряными призерами. Второе место сборная заняла и в волейболе, и в мини-футболе, а вот в общекомандном зачете сместилась лишь на четвертую позицию, уступив пьедестал почета муниципалитетам. Победителями в спартакеады муниципальных образований республики Хакасия, посвященной 20-летию принятия Конституции республики Хакасия, стала команда Аскирского района. Второе и третье места поделили сборная Таштыбского и Алтайского районов соответственно. Это уже исторический момент, это юбилей, и о себе, конечно, нужно ставить какой-то добрый след. Вот это соревнование сегодняшнее, может, традиционно останется в республике, и мы ежегодно будем выезжать, встречаться, общаться. Главное, действительно, не победа, а участие, и главное, общение. 12 июня наша страна отметила важный государственный праздник – День России, или День принятия декларации о государственном суверенитете России. Так он именовался до 2002 года. Сегодня этот праздник становится символом национального единения. С Днем России всех жителей Хакасии поздравляют и первые лица республики. 12 июня – День России. И мне бы хотелось всех сегодня сердечно поздравить с этим нашим государственным праздником, пожелать реализации всех заложенных в нем идей, и самое главное, чтобы у нас был мир, свобода, равенство, достоинство. Ну, я думаю, что так же, как каждый человек и каждая страна, наверное, имеет право праздновать свой день рождения. Но 12 июня – действительно знаменательная дата, когда были подписаны соответствующие документы, которые определили, что Россия – суверенное, самостоятельное государство в тех границах, которые мы сейчас имеем. Ну, кстати говоря, которые переросли у нас с Крымом и Севастополем в прошлом году. И, конечно, это праздник, ну, с моей точки зрения, это нашего общего национального единства. Праздник нашей самосознания, что ли, общей ответственности и за настоящее, и за будущее нашей России. И я думаю, что для жителей нашей республики этот праздник, вот именно в этом году, он как никогда важен, чтобы именно проявить, что вот мы все вместе. Мы все работаем на одну идею, на одно дело, на наше хорошее настоящее, отличное будущее. Уважаемые жители республики Хакасия, я вас всех искренне поздравляю с этим замечательным, нашим общим днем рождения. Хорошего будущего всем нам и нашей России. Проект «Улица Героя» продолжается. Сегодня Константин Кравцов расскажет о малоприметной улице в частном секторе Абакана, а между тем улице имени Героя Советского Союза, нашей землячке Марии Цукановой. Вот она, протянувшаяся на несколько километров среди частного сектора Абакана, улица имени Марии Цукановой. Она настолько длинная, что большинство абаканцев, даже не знающие историю, наверняка слышали это название. А ведь Мария Цуканова наша с вами землячка. Большую часть детства она провела именно в Хакасии. Училась в Таштыпе, в селе Джаникидзевское, но прославилась далеко за пределами республики, на востоке, как санинструктор Тихоокеанского флота. Звание Героя. Много это или мало, с учетом того, что сотворила Мария Цуканова. Молоденькая девушка-санинструктор в бою за корейский город Саисин 14 августа 45-го была в гуще сражения. Она оказала медицинскую помощь и вынесла на своих хрупких плечах из-под обстрела 51-го раненого матроса. Была ранена и зверски растерзана японскими самураями. Один день жестокого боя и наша Маша навечно ушла в героическое бессмертие, подарив еще одну жизнь более чем полусотни солдат. Единственный на всю Хакасию памятный бюст герою Цукановой расположен на территории школы в таежном и тихом поселке Орджоникидзевский. Здесь она училась три последних школьных года, после чего уехала в Иркутск. Спустя десятилетия учителя, ученики, да и сельчане хранят память о Марии Цукановой. Кстати, здесь до сих пор стоит парта, за которой она сидела. Есть замечательные слова Марии Цукановой. Мы часто очень день произносим из выступления на комсомольском собрании. Я еще мало живу на свете и жизнь люблю больше всего. Но если бы я оказалась на месте матросов, я бы поступила так же, потому что родина для меня дороже жизни. Мама очень долгий период времени не знала о том, что Маша собирается на фронт. Вот она, та самая парта под толстым слоем краски. За ней Маша училась. Какие оценки получала, об этом никто и не вспомнит. Но здесь все знают, она очень любила природу и вокруг всегда бурлила жизнь. В Орджоникидзевском сохранился старенький дом, где Мария Цуканова жила со своей семьей. Сегодня тут пусто, но сельчане мечтают сделать из него музей имени героя Советского Союза, павшей смертью храбрых. Не хватает лишь щедрого мецената. Россия занимает второе место в мире по количеству заключенных. По состоянию на 1 марта 2015 года в учреждениях уголовной исправительной системы содержалось более 670 тысяч человек. Главная задача системы – исправить и перевоспитать заключенного. Один из способов – это искусство. 12-й год подряд в стране проводится всероссийский конкурс «Песни среди осужденных Калина Красная». На отборочном республиканском конкурсе побывала Олеся Калиниченко. На сегодняшний день в республике действует 5 исправительных учреждений. В песенном конкурсе «Калина Красная» участвуют все. Музыкальное образование среди конкурсантов приветствуется, но не является обязательным условием. Здесь главное – спеть с душой. А, как правило, у заключенных это хорошо получается. Конкурс «Калина Красная» – это песни, спетые сердцем. Поэтому он несет только положительный эффект. Помогает людям задуматься о допущенных ошибках в жизни. Привить чувство патриотизма, любви к родине, семье, людям. Станислав Мироненко занимался музыкой, еще будучи свободным человеком, но в полном объеме его талант расцвел в колонии. Он сам пишет песни, оформляет аранжировки. Среди заключенных есть поклонники его таланта. Пишу на разные темы. Пишу о любви, пишу о жизни. Есть люди, которым нравится мое произведение, песни, также голос и что-то находят, мне нравится. Некоторые музыканты, начинающие, даже просят показать им аккорды, чтобы петь. Главная задача конкурса – это социализация и реабилитация осужденных. Администрация исправительных учреждений старается создать для заключенных все условия. Для репетиции есть специальные помещения, музыкальные инструменты, оборудование. Дамы стараются разнообразить свое выступление сценическим костюмом и танцем. А дворочные туры Калины Красной прошли еще в феврале. От каждой колонии выбирали лучших артистов. Затем, по традиции, на галоконцерте они встретились в ИК-33. И здесь определяют лауреатов. В этом году им стал Олег Лихицкий. Для победителя администрация колонии подготовила суперприз. Объявление амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне освободить от отбывания наказания Лихицкого Олега Николаевича. Олег был осужден на срок 2 года 6 месяцев. Отсидел 9 и попал под амнистию. Судя по реакции для осужденного, пропуск на свободу действительно стал сюрпризом. Такого подарка он явно не ожидал. Меня ждет мама дома. Меня ждет любимая девушка. Доча моя маленькая. Слезы на глазах наворачиваются. Благодарю нашу администрацию за то, что так отнеслась. Очень буду рад освободиться по амнистии досрочно. Пока материал готовился к эфиру, Олег уже добрался домой. Правда, теперь непонятно, кто будет представлять нашу республику на финале Всероссийского конкурса «Калина Красная». При условии, что Олег Лихицкий попадет в число 40 лучших исполнителей России. Конкурс проводится среди осужденных. А этот музыкант уже свободен. Олеся Калинченко, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. События недели. Это была программа «Вести Хакасия. События недели». Мы рассказали о том, что посчитали интересным на этой неделе. У меня все. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok